Привет, это снова я, узнай. Сразу прошу прощения у тех, кто очень отрицательно относится к ненормативной лексике, просто если я в этом обзоре несколько раз не скажу слово охуительно, обзор может считаться несостоявшимся. Итак, моя третья палетка из заказа с Beauty Bay. Life is a drag. Это палетка очень известного бьюти-блогера и гея-кукусички, которого зовут Мэнни М.Ю.А. Я, ну так, не очень хорошо, ну даже не то, что не против, конечно, геев, но, в общем, я его не совсем смотрю, не являюсь его фанаткой, но то, что он выпустил, мне очень понравилось. Я посмотрела кучу обзоров, и он был так возбужден и так рад своим продуктам, что я решила, что он мне просто необходим. Великолепная красота! Естественно, все в интернете фотографируются вот так вот. Надо мне тоже почему-то упущение какое-то. Здесь написано Lunar Beauty. Lunar Beauty – это, собственно говоря, фирма, его бренд, который он запустил, в котором есть пока только один товар – это вот эта вот палетка. Она посвящена, ну, как вы могли догадаться, Drag Queen, ну, то есть этим, которые переодеваются в женщин и поют песни, потому что никто на заводе работать не хочет, заводы стоят, все в бак переоделись, накрасились и поют под фонограмму. Ну, да ладно, это их дело. Палетка великолепная! Здесь находится зеркало, которое, в принципе, мне не нужно. И вот такие вот цвета. Очень мне понравилось, как здесь все сделано, расположено и так далее. То есть вот эти вот цвета, они такие базовые, матовые. Здесь два очень-очень-очень блестящих цвета. И карнавал красок. Отличное качество. У меня сейчас на глазах это все находится. Я повторюсь, что здесь у нас жара 32 градуса. Я накрасилась, наверное, в 12 дня. Сейчас 9, наверное, вечера. И все держится отлично просто. При этом я потела, я мыла ребенка в ванне, я сидела в машине без кондиционера, я ходила по магазинам, где нет кондиционера. То есть я была вся мокрая, влажная, у меня слезились глаза. Но ничего никуда не делось. Это очень здорово. Единственное, у меня сначала, когда я начала пользоваться, так я подумала, и потому что матовые цвета, они более пыльные, чем у палетки, о которой я рассказывала до этого, морфи. Но, несмотря на то, что они пыльные, они, я не знаю, как это объяснить, в общем, пигмент никуда не уходит. То есть я начинаю растушевывать кисточкой, и пигмент никуда не уходит. Чуть-чуть он пылится, но он отлично растушевывается, они отлично смешиваются, они создают просто... Просто это так легко. То есть даже такая косорукая, как я, даже с такими говнокистями, как у меня, смогла создать что-то, что мне, ну, мне нравится то, что у меня сейчас на лице, на глазах, в частности, и прям я довольна. Скандалы, опять же, связаны с этой палеткой. Естественно, как без них? Мэнни запустил вот эту свою палетку. Он долго-долго выкладывал в Инстаграме черно-белые сводчи, и говорил, вот сейчас-сейчас-сейчас, вот сейчас-сейчас-сейчас, вот кое-что получится. Потом его друг, вернее, бывший друг уже, Джеффри Старр, выложил название этой палетки. Потом они стали ссориться, что у них очень похожи палетки, потому что они вышли практически в один день. Потом кто-то стал говорить, что эта палетка очень похожа на другую палетку, какой-то другой фирмы, что там похожие цвета. Я не знаю, цвета – это такая вещь, вряд ли можно придумать прям новый цвет. Главное, чтобы было хорошее качество, хорошее сочетание, и хорошая вот эта вот оплетка и цена. Больше его, мне кажется, ничего не надо, из-за чего там вообще можно сраться. Не понимаю. Так вот, самый главный факап, заключающийся, связанный с этой палеткой, это что на сайте Lunar Beauty, когда запустились продажи, обвалился сайт, не принимались банковские карты, потому что столько желающих вообще было это все купить. И там был еще один способ оплаты – это PayPal. Я надеюсь, вы все знаете, что такое платежная система. Такая, в общем, все, кто платил через PayPal, успешно получили свои продукты, но через месяц всем, кто платил через PayPal, деньги вернулись обратно, потому что Мэнни забыл довести регистрацию до конца. То есть PayPal не мог перечислить деньги продавцу и вернул их покупателям. И несчастный Мэнни, и несчастный папа Мэнни просили в Инстаграме «Ребят, пожалуйста, верните нам деньги, как бы вы получили товар». Ну, не знаю, уж кто вернул, кто не вернул. Я бы, наверное, вернула, потому что палетка чудесная. И опять же повторюсь, как и в прошлой моей палетке, из этого заказа она стоит каждого цента. Плюс еще, где-то она тут у меня... Вот. В ней есть кисточка. Мэнни говорил, что он очень старался сделать эту кисточку хорошей, потому что обычно в палетках кисточки, которые просто выбрасываются, никто ими не пользуется. Что могу сказать? Сначала я подумала, ну, какое-то говно. Но она ничего. Ну, то есть, по сравнению с какими-то профессиональными, хорошими там кистями, если не знаю, там белочки, козы и так далее, она, конечно, говно. Но по сравнению с тем, что обычно вкладывается в палетки, это великолепная кисточка. Она лучше, чем кисти «Эссенс» 100%, она лучше, чем кисти из, я не знаю, какого-нибудь там «Ашана» или с «Алиэкспресса», которые по доллару. Это точно прям 100%. Она двусторонняя, здесь пушистенькая, тут не пушистенькая. В общем, в принципе, я вот ей пользовалась, даже видно, и нормально, ну, вполне себе. Если бы он делал какую-то прямо отличную по качеству кисточку, мне кажется, эта палетка стоила бы гораздо дороже, а кому это надо? То есть, ну, все, кто пользуется тенями, у всех есть кисти, или, ну, зачем? Так что Мэни молодец, Мэни отличник. Покажу, как всегда сводчие, но, да. Вот это самый неудачный оттенок, вот это самый неудачный оттенок, как говорил сам Мэни, что он такой себе не очень, и да, действительно, он не очень пигментированный, он немножко такой пыльноватый, но это единственная претензия. Остальное все отличное. Тут пигментация у матовых теней великолепная, наносятся чудесно, смешиваются между собой, чудесно, это я уже просто грязным каким-то пальцем, поэтому он так нанесся нехорошо, но, поверьте мне, желтый очень яркий, красивый, очень яркий, красивый, желтый, и это матовые, очень тяжело сделать хорошие матовые тени, поверьте мне, после Кика Милана это просто рай, это рай, красивущие и такие масляные, вот эти вот глянцевые, чем бы мне взять еще, чтобы очень красивые два глянцевых света, перенесу, пожалуй, черным, я еще не пользовалась, зато посмотрим вместе, какой черный, 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 белый, белый, он, я его мало взяла, он очень белый, прям хорошо его видно, вот этот вот очень красивый, все цвета отличные, подборка чудесная, то есть с этой палеткой можно сделать и дневной макияж, и какой-то очень яркий макияж, и выделить себе все, что нужно, я использовала даже вот этот вместо хайлайтера, и он хорошо светится, единственное, не повторяйте мою ошибку, и не пользуйтесь вот этим цветом вместо румян, потому что он настолько пигментированный, что я такая типа раз и И потом долго-долго-долго пыталась его растирать. Охуительно. 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 Великолепно. Отлично. Обожаю. Я очень надеюсь, что у Мэни выйдет какая-нибудь еще палетка. Я ее обязательно куплю тут же. И я очень надеюсь, что обычно первый запуск первого продукта у какой-то компании, они вкладывают туда всю душу, все сердце вообще и все нервы. И получается хороший продукт, а следующие продукты получаются гораздо хуже. Я желаю Мэни, ты же смотришь меня Мэни, я желаю тебе счастья, здоровья, добра тебе, любви. Чудесная палетка. Очень я довольна от души в душу просто. Такая она многофункциональная, яркая. И вот три человека с абсолютно разными вкусами красятся одновременно. Проститутка-клоун, скучная училка и блестюшка. Просто класс, просто класс. Плюс она по размеру самая из всех моих вот этих вот ново присыланных мне палеток. Самое удобное ее можно носить с собой. А, ну да, естественно, все говорили, что это очень похоже на Худо Бьюти или Кайли Дженнер. Но, как бы, ребята, у всех есть глаза. Если у меня есть глаза, это не значит, что я похожа на Ким Карадашьян. И жопа тоже, да. А, еще интересная штука. До конца рассказать не смогу, потому что я не так осведомлена. Но все цвета здесь называются какими-то, каким-то драквиновским сленгом. Кисточка упала. То есть вот Мак, Леджендари, Фиши, Юсоу Фиши, они все говорят. Видимо, это что-то типа такое, типа классное. Ну, в общем, тут все вот это вот сленг, соответственно, на обложке тоже раскрашенная в пух и прах трансвиститка. И вот это вот все такое очень органичное. Чудесно. Я очень надеюсь, что у вас тоже ваши покупки будут оставлять вам столько же удовольствия, как и мне моя вот эта. А, еще коробочка, упаковка. Видите, какая она красивая. Она такая зеркальная. Она такая миленькая. Боже мой. Все хорошо от начала до конца. Просто вот квинтэссенция классности. Вот. Ура. Ура, товарищи. Приятных вам покупок. Пока.